Господи, Иосифа Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешим. Так, я прошу всех покинуть эту комнату. Я прошу провести сейчас эксперимент, побеседовать с вами. Вместо того, чтобы плотно дверь закрывать, все ушли. Слушай внимательно, никаких много и проще, чтобы не было. В шаровещем, когда мы ходили на рыбалку, я сильно беспокоился, что собаки и так побегут. Они могут загрызти шарик или уничтожить кошек на пути. Я стоял туда-сюда, смотрел, с какой стороны вы зайдете, я не знаю. А потом мы здесь остановились, с кем-то беседовали. С кем вы беседовали? Алексей Устинов. Это Алексей Устинов был? Да. Я с чем вы беседовали? По порядку? Ничего не упусти? С чего же разговор зашел? Как ушел? Почему вы так долго беседовали? Алексей Устинов нас угостил яблочками, я помню. Потом Сергей его не вначале попросил, у него есть идея, у Сергея была идея, записать ролик о том, как отучить собаку давить кукурей. И он попросил курей у Алексея. Он подумал, подумал, ему говорит, да, я тебе дам курей, только не молодых, а уже таких взрослых. Давай попробуем. Ну согласился с этим словом. И они как бы на этом... В основном беседа вот об этом была. А, еще беседа... А, Алексей рассказал еще... Подожди, подожди, чтобы не мыщать и говорить, а мне это не надо. Вот как он подошел и как ушел, вот ничего не забудь. А, Алексей еще рассказал о том, что он был на выставке с собакой, со своей, и что она, ну, хорошую оценку ей поставили, вот, что ее... Какая собака у него? У него собака волк наполовину, кажется, волк наполовину, там лайка какая-то, что-то такое он говорил. Вот, ну, то есть, он очень хорошо выступил, отметку хорошую поставили там судьи, эксперты, его собаки вручили какую-то награду, там, может, какой-то диплом, не диплом, ну, я вот так вот. Все, а потом Сергей перешел на эту тему о курицах. Ну, ты что сказал, это раз в 20 меньше времени заняло, чем вы там стояли. А чем вы уже столько времени беседовали? Это Сергей беседовал с Алексеем, а я... Я спрашиваю, о чем именно, почему я должен тебя расширять в то время? Не упусти ничего, потому что Алексея я пригношу отдельно. Игнат Игоревич, да я особо, ну, как сказать... То есть, речь идет... Мне особо не интересна эта тема-то была. И тем более, он не ко мне обращался, а к Сергею. То есть, они, диалог-то был, а я вот смотрел на них. Ну, как бы рядом стоял, поскольку мы с Сергеем шли. И я был занят больше этим, верным. Я с верным что-то там игрался. Вот так вот было. То есть, и гладил его, и все такое. Как вначале говорить, ты меня пять раз уже перебил. Как только начали говорить, полпредложения я не сказал. Я перестал тогда молча и слушай, тебе сказать нечего. Ты можешь их и перебивать. Я с верным, но ты стоял рядом. И не можешь рассказать, о чем они говорили. Я хочу нащупать границы твоего безумия. С чего начинать дальше? Мы стоим на молитве здесь. После молитвы начинаем беседовать. Я разговариваю с ним, тебя спрашивают. А я думал о другом. То есть, у тебя отсутствующий ум. Ты рядом находишься в церкви или в школе. Ты ничего не слышишь. Ты там где-то под подолом сидишь. А с чем разговор шел? Сейчас последний разговор, я тебя прогоню отсюда. Будешь помогать яблоке там мариновать. Больше ничего сказать не можешь? Чтоб потом не ахал. Ах, вот это, вот это забыл. Я играл. Я дышал. Я стоял, фукал там, что угодно наговорил. Рядом стоял. Вы стояли друг друга заслоняли. Я же все в окно видел. Я хочу узнать, что у тебя осталось в памяти. Мне это не нужно. С Алексеем я сейчас только виделюсь. Что еще было? Все? Все, до свидания. Выходи. Все где-то заходят. Там ни слова не говорил, чтобы. Ни слова. Такое дело. Какую беду человек сотворил. Ни памяти, ни внимания, ничего нету. А какое спасение. Сходи. Так, еще раз. Зайди, скажи, чтобы он, пока я не приду, ни одного слова не произносил. Володя, скажи, ни одного слова. Я знаю, когда будут смотреть, кто-то этот ролик записан, а там будут без кровати, почему они такие же. Вопрос вот в чем стоит. Когда улезешь отсюда, тоже ни одного слова не говори, пока Володя не пройдет у меня. Сейчас, когда вы сюда шли, отдельно отстали, я сильно беспокоился о твоих собаках, ну и моей кошке Шарик. Потом вы здесь встретились. С кем вы встретились? О чем разговаривали так долго? Ничего не упустили. Встретились мы с Алексеем Устиновым. И говорили о том, что мне хотелось бы заснять ролик на видео под названием «Как приучить собак не давить домашнюю скотину». И я решил спробовать это на курицах и попросил у Алексея разрешение. Объяснил ему, как это будет выглядеть. То есть собака будет в наморднике, на ней будет одета электроошейник, курица будет в загоне. Значит, я говорю собаке команду «Гуляй», она бежит на курицу, остается какое-то расстояние. Я отдаю ей запрещающую команду и в случае неподчинения я нажимаю на электрошок. Да, электрошок, собака получает отрицательное подкрепление в случае непослушания, в случае послушания возврата она получает положительное подкрепление. При этом, значит, я, ну, Алексей с радостью согласился, дело хорошее. Говорит, моя собака, говорит, ну, я тебе из электрошейника отучил, ну, видно, дедовскими методами. Вот, я говорю, если нужно, у меня будет два электрошейника, я тебе могу один дать, если такая проблема существует. Потому что в деревне я знаю, что и у вас беда была с кошкой, и вот. А когда собака при контакте с домашними животными получает электроразряд, есть вероятность, что она и в отсутствии хозяина этого делать не будет. Но это нужно, ну, постоянно подкреплять, потому что электричество, ну, сами дрессировкой занимались, когда собак убили, когда подбирала что-то из земли. После этого вероятность подбора земли, ну, практически к нулю сводится, то есть. Вот, и еще я у Алексея спросил, не будет ли такого с курицей, что если ее собака напугает, допустим, она перестанет нестись, как вот, допустим, у меня врага новичку напугал, был выкидыш. Ну, говоришь, так, ну, куда нет, курица это нет, это говорит, только бролерных не трогай. А так, говорит, заходи, и вот эти, которые не сушки, большие курицы, на них, говорит, ну, показывай и тренируй. Вот, вот такой был разговор на эту тему. И все? Ну, так вы же долго стояли. А то, что рассказал, это минимум раз в 15 меньше времени потребовалось, чем вы стояли. Вы долго стояли. Долго-долго, я не мог дождаться. Ага. Что еще было? Что еще было? Относительно пока долго стояли. Ну, Алексей говорил, что он был на выставке в воскресный день, что выставлял свою собаку. Вот, я говорил, что мы тоже были на соревнованиях. То есть, он там занял второе место со своей собакой. Ну и... Тебе второе прислали место? Да, у меня два места занял второе и третье в абсолютном зачете. Вот. Командное первое. То есть, мы взяли командное. В командном зачете. В потеряевке тут было так. Мы смотрели. У Игоря Барабаша. Он задавил барашка. Это уже ничего нельзя сделать. Он его вывел и к стенке поставил. Вот. Вот у Чукова был случай. Тоже сорвалась собака. Большая по размеру. Клюве она пробралась. И гусей душила пока. Я это знаю. И все точно так же. Ее вывезли и ликвидировали. Не исправить. Уже она вкусила крови. И дрессировка кончилась на этом. Но я еще слышал случаи, когда шлангом собаку отхолестали от машинки. И она перестала это делать. Может быть и так. По-моему батюшка. У меня она была. По-другому я учил. Она без привязи. Мне не надо было. У меня строгого шейника не было. Тем более трошок. И все. Я был с ней. Все время. И на одной ласке была она. А преданность. Даже вообразить нельзя какая была. Но у меня было одно время. Я хотел достать собаку. И мне один прораб, кажется, отдал. Она ему не нужна. На стройке была. Я привез. А она у меня сбежала. У меня два побыла. И подбежала на развес. И мужик ее как-то прикормил. А никак поймал. Поймал ее. И посадил ее. Утром встал. Всех куриц подавила она ему. А он узнал, что собака от меня. И мне, как вроде претензия. Я говорю, зачем ты ловил и сажал? Я ее не знаю. Собака только что. Мне нужна была сумка. Я договорился с хозяином кобеля. Щенка хорошего получить. А клуб собаководства стройки был. Там была еврейка Сабина Марковна. Хорошая женщина. Ну и она мне помогала достать рекса первого. Полукровку такую. А это я сам думал. Он маленький был. Меньше твоих собак. Он на фотографиях остался. Больше ничего не было? Мне еще не разговаривали? Ну, он спрашивал, видел ли я собаку Сергея Шадрина. Да. Видел мы с ним. Вчера тоже на этом же пруду мы занимались. И Сергей идет. А жена его остановилась там. Он подошел. На поводки свои пришли. Ну и так же посмотрели. То есть, он поначалу в его кинулся. То есть, мои на поводках. Твои разъярились? Да я бы не сказал, что они разъярились. Просто они насторожились. Они же у меня социализированы собаки. Если та видит, что собака-то не кидается. Так, все. Больше ничего не было. Я не помню. И Алексей повернулся и пошел. Да. Все. Иди ни одного слова не говори. Помогай яблоки. Володя пусть зайдет. Не разговаривай ни с кем-то. Мне хочется узнать у каждого, какая память. Что для них главное. С кем встречаются. Больше там ничего и не было. Сергей больше нас обладает подробностей. Потому что они не занимаются. Алексей спрашивает, ему идти надо. Алексей, ну давай заходи сюда. Володя, ты с нами останься. Добрый день. Я так понял, что звали, что за шествами издали. Показал, вот так вот это означает разговаривать. Ну, я не присматриваюсь. Разговариваю. Добрый день. Значит, ты хотел продолжить разговор по постесловиям. Постесловие будет... Так. Ну что, оторвите? Подожди, просто не по теме. Как бы оторвать. Так. Постесловие будет на занятиях для людей и будет после того, как я посмотрю ролик, который мы здесь разговаривали. Чтобы понимать, в каком... Если будет в это время стоять. Ну, я думаю, будет. Я так для этого хотел сказать. Но если еще нет, я тебе хотел этот подарок, это 32 килограмма сделать и заснять сразу, как ты с ним поправишься. Чтобы не рассыпаться. 32 килограмма, я думал, 26 или 16. Вот ты видел. Так. Вот эта тема отходит и приготовься. Там будет у нас разговор. Не один будешь говорить, а я буду вопросы задавать. Да, да, да. Просто я думал, если просто вопросы... То брак. Вопросы. Это отдельно. Оторвем от занятий. Для всех. Так. Сейчас ты занят, да? Ну да. Ну ты согласен? Сейчас я тебе пойду подарок сделаю. Ну... Пойдемте. Мне просто интересно, почему мне... Я вроде не этот... Не культурист такой. Так, а ты сам сказал. Я говорил. Первый раз слышу. Да? Ты один такой. Ты пришел, когда он меня увидал, и говоришь, как? Я говорю, вот такое дело. Ну я тогда возьму, говоришь. Как ты возьму? Я и хотел, чтобы она была в деле. Такой чудный подарок. И он ей каждый подарит друг другу. Понятно. Просто 32 килограмма. Ну для меня, я говорю это, для моего позвоночника это однозначно нет. Просто что дети, пацаны растут, может быть они... Ты на крыльце стояла, а я здесь... Вспомнил, я вспомнил. Ого. Просто... Да. Он сказал, говорит, надо. Я такой, ну давай. То есть если не надо вообще... Естественно, ее никуда. То есть даже если никто заниматься не будет... Никакого футалолома, там это безумие просто. Ну это дорогая вещь, как бы. Конечно. Ну ты согласен, сейчас мы пойдем... Ну пойдемте, ладно, пойдемте. Так. У меня одна рука занята. Одно это я его тащу, наверное. Ладно. Ты сейчас смог бы минут пять подождать, когда я этого запишу? Да. А потом тебя опять позовут. Хорошо. Решай. Задихнем, ребята. Так. Скажи, вы вчера, когда вернулись с рыбалки, наши ребята шли, как ты их встретил, а о чем вы разговаривали? С кем? Ты был с ними? Нет. Ты вообще не был? Вообще не был. Когда они вернулись, ты на улице не был? Нет. Алексей зови, ступай сюда. А это чё? Ну и вот здесь мы продолжим разговор. Потом сразу за ним зайдешь. Давай. Здесь. Здесь. У нас тут эксперимент идет по записи. Закрыли, чтобы никто не слушал. Исповедь. Да, вот это. Исповедь. Это очень полезный разговор будет. Дело в том, что вчера вечером, когда вернулись мы с рыбалки, первый раз поставили мордушку. А я видел, молился, а потом дальше так просто смотрел в окошко. А наши ребята с кем-то разговаривали и стояли долго. С кем они разговаривали вечером? Какие наши? Ну наши Виталий и Сергей. А, это я стоял. Я стоял, да. Теперь, изложи мне, а что мы беседовали так долго? Долго? Недолго. Долго. Я не мог дождаться, наконец, я шторку задернул и все. Думаю, надо молиться, а не смотреть. Так, а с чего началось? А, ну что, Сергей Павлович попросил такую возможность, у него собака неадекватно реагирует на кур, чтобы с помощью моих кур отучить ее там, у него электроошейники и все такое. Ну а потом дальше я в эту субботу ездили мы в город. Ну все вместе там на преображение, на праздник. И в субботу у нас была выставка в Барнауле. Мы для своей собаки получали разводную оценку. Получили благополучно, все отлично. Она даже второе место еще заняла там среди суток. Ну и в общем, я просто видел вот этого человека, Дмитрий, который приезжал, с него все началось, я говорю, что я его видел. Ну и дальше больше. Сергей Павлович сказал, что он в Писке ездил, тоже занял места какие-то. Командам первое место не занял? Ну да, у них там конкурсы серьезные, у нас просто конкурс красоты, так скажем. А тут охрана, стоять, сидеть, без поводка. Он пятится назад, и она за ним поворачивается, а он вот так начинает, ведь она между ног каждый раз успевает переплести ноги. Так, еще о чем говорили? Ничего не забудь только. Тут одна минута тебе хватило, а тут вы стояли не одну минуту. Так, еще, еще, еще про это вспомнили. Ну, просто что там, как он будет это делать, что там мои козы пугаются, не пугаются, все. Дело в том, что я хочу вам показать. Вы об одном и том же деле, не зная друг друга, о чем беседую с ним, я начал с Виталия. А потом сами посмотрите. Об одном и том же деле, как вы рассказываете, а прошло-то меньше суток. По-разному, кто что вспоминает. Один мужчина, другой кричит. Вот так. И потом вы поймете, где вам нужно обратить внимание на память. Меня часто спрашивают, как разбить память. Вам хорошо, вы просчитали все даты, все помните. Ну, кому что дано. Никак просто. Я зашел в школу, а у них книга там, кто, чего, почему. Я так и посмотрел про Живальский, где был, два года. Я тоже стал все рассказывать, стою у них книжку, ничего не смотрю. Посмотрел, висит школа, и там Исааки, и под ним местописание. Кто написал из местописания? И тут же Степа, и у него. Я сказал, Степа, для тебя кто написал это? Потом его знал, это Василиса, Исаия, пророка. Ты чего же не выписал-то? Ты должен наизусть знать. Человек старался, понял, что к тебе это идет местописание, а он переписал все. А Исааки ничего не мог сказать. Понимаешь как? Вот я просто прошел где-то, я могу еще через 60 лет это рассказать. В армии был, попала газета, помню, где-то, комсомольская правда. Я прочитал стихи, 60 лет они мне были не нужны. Но вот осталось давать книгу, и по теме есть. Я эти стихи запросто восстановил до запятой. 60 лет назад случайно прочитал, не готовился я ничего. Елизавета Стюарт, я больше нигде не находил ее. Федор Вамулеевского, какие-то такие поэты. Один раз прочитал, и это Бог делает. Хотя физиологи говорят, за 7 лет полностью организм меняется до клетки. А если у человека души нет, то мозг все заменился. Меняется. Кроме памяти, это Дима. А как память могла передаваться? Как могла сохраниться? Так Бог создал. Вот я сегодня хотел об маленьком деле, которое только что было. Тут никого вы не судили, хорошее дело. Его, видите, как вы по-разному рассказываете. Не настолько по-разному, а детали. Детали. Я рассказываю, тут у нас потеряльки были. Собака одна овешку задавила. Ее расстреляли сразу. А у других залез гусей у Любы подавил. Ее тоже хозяин вывел и расстрелял. Уже все не отвыграть. Крови вкусил. Так и в человеческой природе очень близко к этому. Вот. Мальчик один зашел в комнату. А женщина была как раз с ребенком. А уже смертная казнь была отменена. В России. Я на днях прочитал где-то. И он как беспризорный. Родители не смотрели. Болтался. И чтобы его не знали, он обоих убил. И судьи вердикт вынесли смерть. Его долго держали. Смерть. Его расстреляли. Изменили в данном случае закон на один день и расстреляли. Вот такое дело-то. Что заложишь? Дело-то не в памяти, а из всего мусора, который прошел. Запомнить главное. И это главное применить к себе и дать другим. Поэтому внимание люди. Я отъеду в поезде. Допустим, я все рассказываю. Бог благословляет. Вагон-то общий. Вот примерно три-четыре купе у нас пройти нельзя было, когда я ехал. Не проводить никто не пройдет. Плотную. Один за другим. Даже на скамейке сидят. А один вот так вот лежит, опирается. И на верхней полке. Ну, полностью. В общем, я рассказываю стихи. Я мог четыре-шесть часов подряд разных поэтов. Триста поэтов России до двести поэтов зарубежных. Я на память говорю и по этому. Говорю и там Демьян Берни, там Есенин. И дальше Державин. Поэмы большие. Натса намного. А, вот вы развиваете. Я спрашиваю Виталию. Там тут же сейчас разговаривали. Тут же сразу. И уже не знаю. Да я вчера тут с собакой. Да кто стоял рядом, что-то не слышал, о чем Алексей разговаривает где-то. Такое дело. Ну все тогда. Мы к объекту пойдем. Я Володю приглашу. Пойдемте. Посмотрим на нас. Сейчас.